Хорошо, значит, но дальше что говорит Путин? Провокации могут случиться и на уличных акциях протеста. Причем, может быть выбрана сакральная жертва. Смотри, готовы даже сами принести кого-то в жертву и обвинить в этом власти. Понятно, да? То есть грохнут кого-нибудь. Он сказал именно грохнут. Грохнут кого-нибудь. Сами грохнут, извините. Вот что говорит Путин. Сами грохнут, извините. А потом будут власть обвинять. Я спросил себя в первую очередь. Ты понимаешь, вот несмотря на серьезность вопроса, я подошел к нему технично. Можно технично подойти? Конечно. А кого сегодня можно грохнуть в Москве, чтобы вся Москва свергла правительство? Кого? Власть. Ну вот, сейчас у нас, к сожалению... А такого человека нет. Существует ли? Сайт не работает, так не считает. Я считаю, что вы нет. Нет, ну давай проголосуем, давай проголосуем. Слушайте, я стал перебирать мгновенно. Я представил себя злодеем, который ровно, значит, ровно пытается кого-то грохнуть. И я стал думать, кого же я должен грохнуть, мамочка. Сейчас я стал думать. Но у меня было предложение, но оно не... Не годится, не годится. Нет, давайте просто. Ребят, существует ли среди оппозиции такой человек, которого если грохнуть, то власть будет серьезно поколеблена и опрокинута. Существует ли... То есть прям все люди встанут, присутствует... Существует ли, чтобы Москва встала, только не про себя. Существует ли... 916-5581, да, он существует. 916-5582, нет, не существует. Вот через минуту дам вам результат. 916-5581, человек, которого если грохнуть, вся Москва встанет и опрокинет Путина, там, значит, Кремль, все займет Кремль. Существует. 916-5581, да. Нет, такого человека не существует. Максимум, позлятся там конкретные лица. А если это будет человек из интеллигенции, то, честно говоря, просто эмиграция станет ответом. Но точно не опрокидывание власти. Такого человека просто нет. 916-5582. Через минуту скажу вам результат. В эфире русская служба новостей. Даренко. Найрусен. Такой человек существует, считает, 30,9... Сейчас, секундочку. Вот, да, 30,9% наших слушателей. Такого человека не существует. 69,1%. Переходим к разговору со слушателями 788-107-0. Такой человек существует или его не существует? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Да, Олег. Но вы знаете, Сергей, Путин думает о себе, господин Путин. Нет, 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 он говорит о провокации, Олег. Олег, ну, конечно, он говорит о провокации. Давайте считать, что если кто-то говорит что-то, то он вот это и говорит. А в контексте это тоже не прочитывается, то, что вы сейчас сказали. Точно не прочитывается. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я из тех 30%, которые считают, что возможно существует... 30,9%, да? Да, только это не какое-то конкретное там персональное лицо в оппозиции. Среди них действительно никого нет. Никого. Кого можно было вступиться. Никого нет. Это, возможно, это будет какая-то провокация. Ну, что-то типа там, гапонского расстрела там в пятом году. Или, может, детишек каких-нибудь найдут. Или еще что-то в таком духе. Ну, вот такая, знаете, мерзость-мерзость. Мерзость-мерзость. Мы и так не думали. Мы-то думали буквально. Грохнут кого-нибудь. Нет, нет, ну что вы. Ну, нет. Ну, даже если одного кого-то убьют... Секунду, я читаю по Путину сейчас, смотрите. Даже ищут... Вот смотрите. Мне это известно. Ну, это по-предыдущему. Даже ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините. А потом будут власть обвинять. Я стал думать технично, существует ли такой человек. И честно, я знаю нескольких людей, которых, если грохнут, я абсолютно серьезно задумаюсь об эмиграции. Но нет такого, чтобы я, зверев, пошел на Кремль ни одного. Нет такого. Нет, в этом смысле, безусловно, да. Но, вот, опять же, да, пятый год, если вспомнить, там же тоже никого-то конкретного убивали. То есть там устроили массовую резню. Массовую резню, да. Ну, что-то вроде того, то есть выйдут люди на улицы, полиция там случайно, значит, это... И вот тогда уже будет совсем нехорошо. Собственно, приглашали Проханова как-то, как-то у вас был в гостях. Он примерно такой сценарий предсказывал. То есть говорил, что это вполне возможно. Это верно, это верно. Я тоже начинаю просто об этом думать. Но, с другой стороны, это же привело тогда к расцвету Черной сотни. То есть было очень много союз русского народа и Черная сотня встали как раз на защиту трона. Ну, у нас же тоже есть эти, как их, фафу-диеносцы там, товарищи, ряженые. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, резня. Вот что. Но на резню никто не пойдет. Для резни нужна... На самом деле, на самом деле, современная русская власть весьма современна. Весьма современна. Для того, чтобы устроить резню, нужно быть несовременным. Типа Башира Алясада, который 100 человек в день убивает. Нет, нет. Башар Алясад, простите. Понимаешь, да? Еще, еще. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Я так думаю, честно, я вот с 60 процентами, простите, у нас 69,1 процента. 69,1 процента, пойдите, почти 70 процентов считает, что нет такой фигуры. Ну, ее нет просто. Алло, здравствуйте. Сергей, доброе утро. Николай, Москва. Да. Я считаю, что фигура может быть неизвестная. Возможно, это будет какой-то журналист. Ну что? Ну вот кого это парит? Послушайте, ну кого парит журналист? Ну, объясните, никого. Нет. Почва как раз разогрета до такой степени, что люди выйдут. Вот если вас взрохнут, Сергей, представьте, на минуточку, если вас взрохнут. Ничего не выйдет. Объясняю, объясняю. Человек 50, моих коллег, будут аплодировать этому из видных журналистов. Всем остальным реально насрать. И я думаю, минут 15 об этом будут вспоминать. Ну и все. Нет, нет, послушайте, Путин говорит о том, что реально поколеблет власть. А это не поколеблет никак, ни один же не существует. Ответ. Не существует такого журналиста. Нет. Не существует. Хорошо, согласен. Но не существует такого журналиста, нет. Не существует такого политика, нет. Не существует такой знаковой гуманитарной фигуры, нет, ее нет. Такой знаковой гуманитарной фигуры. Есть знаковые гуманитарные фигуры, из-за которых я поеду в эмиграцию, если их гробно. Ну, да. Есть такие знаковые гуманитарные. Даже очень знаковые, да. Есть знаковые, серьезные гуманитарные фигуры, из-за которых я поеду в эмиграцию. Но такого, чтобы брать Кремль, чтобы Москва взяла Кремль, такого человека не существует. Нет его. Больше того, я тебе скажу страшную вещь. Ее нет вообще в стране. Такой фигуры нет вообще в стране. То есть не только в оппозиции, я сейчас сказал довольно смелую вещь, не только в оппозиции, но и во власти нет такой фигуры. А подождите, если посмотреть наоборот на власть, то тогда бы, например, исчезновение кого-то, да, из горизонта, оно могло бы спровоцировать что? Мы очень счастливая нация. Мы очень счастливая нация. Мы нация близкая к нулю, около ноля. Мы такая нация, понимаешь? Мы нация близкая к нулю. У нас нет величин. Убить ли кого-нибудь из политического действующего пантеона? Нифига не будет. Не спровоцировать вообще ничего, вы думаете? Из политического пантеона, грохнуть кого хочешь, помнить будут неделю. Максимум. Максимум неделю. Выйдет 500 человек. Выйдет 500 человек. Внимание. Я тебе отвечаю. 500 человек. Хорошо, 5000. Все. Все. Постоят, потусят, пойдут поминать. Все. Полторы тысячи на Ваганьковском. Все. Я тебе отвечаю. Нет такой фигуры. Нет. Ее нет. Ну, ну что? Ее нет просто. Нет в России. Нет. Так, вот я просто не хочу фамилии зачитывать. Беда-то в том, что Сергей нужен такой человек, как Листьев. Я говорю сейчас, как вы понимаете, в годовщину убийства Листьева, вы знаете, что 17 лет назад его убили. Я был там на месте убийства. Черт, я сейчас повинюсь. Слышь, мне так страшно было. И не пошли смотреть. Я не заходил в подъезд. Я стоял у подъезда. Я смотрел в открытую дверь на площадку, где его убили. Я смотрел, стоял у подъезда. И мне говорят, ну вот-вот, типа зайди. Я говорю, да не надо. А там тело лежало? Слышь, там темнота лежала. Я говорю, я говорю, ребят, ну да не надо. Я говорю, что это, я тут натопчу еще для следствия там. Ну, я говорю, что я натопчу, не надо я. Да ну нафиг. В общем, я стоял. Вы что жалеете? Нет, я не жалею об этом. Да и правда, что-то оптать-то зря. Действительно следствие, действительно там. Ну зачем я буду зря там своими сапожищами-то? Вот. Нет, я приехал сразу. Не знаю, его убили во сколько. Я сейчас не помню. Я приехал, вечер был. Вечер был. Потом, значит, мы тогда воспринимали это убийство все абсолютно. Убийство Листьева. Абсолютно все. Как попытку не дать образоваться общественному телевидению. В том составе, в котором оно образовывалось. То есть, люди государственные. Мы считали, что какие-то государственные люди, люди государственнического толка, грохнули нам директора нашего негосударственного телевидения, которое образовывалось на Первом канале. Ну, чтобы не дать ему образоваться. Ну, вы Листьев же угловой был тогда. Ну да. То есть, по существу, решили затормозить, как бы, или остановить раз государственное телевидение. Какие-то государственно мыслящие люди решили убить человека, чтобы остановить приватизацию Первого канала. Ну, и в результате ничего не остановили. Ну, неважно. Там с 1 апреля вышел все равно канал. И этот самый час пик продолжал выходить. По-моему, любимый. Сначала час пик вели все по очереди. Ну, неважно. Значит, не в этом дело. Сегодня 17-е годовщина. Но и Листьев никого не вывел. Что вы приводите в пример Листьева? Листьев никого не вывел. Да. Листьев вывел? Да никого не вывел. Тем более, тогда еще очень свежий был расстрел 93-го года. Люди еще, как говорится, зализывали раны еще после свеженького расстрела. Поэтому ничего не было. Больше того. И расстрел никого не вывел 93-го года. Кроме расстрелянных. И расстрел 93-го года никого не вывел. Москва счастливым образом созерцала расстрел. А чего вы говорите? Значит, слушайте. Так кто же все-таки убил Листьева? А кто убил Листьева? Он не хотел рекламу. Я не думаю, что дело в рекламе. Листьев работал над компенсационными механизмами. Листьев умел общаться с людьми тогдашнего бизнеса. Листьев был опытен. У них было большое... Ты очень буржуазин. Он был буржуазин, опытен. И он умел общаться с этими людьми. Очень умел. И они там все умели. И Листьев, и Разбаш. Они все умели беседовать. Ну, в принципе, были такими людьми... Скажем, такими продвинутыми людьми эпохи. В том числе с точки зрения бизнеса. Да? Да. Вот. И Любимов. Продвинутыми людьми эпохи с точки зрения бизнеса. Я не думаю, что они вели бизнес так остро. То есть, если бы они отказались от рекламы, они бы откупились, отступные заплатили там и так далее. Ну, конечно. Все бы сделали. Я советую всем в компромете. Это довольно дикое предположение. Тогда на Лиса показывали. Лис, как вы знаете, никуда не бежал, никуда не скрывался. Работает себе сенатором и разводит куриц. Так что с Лисом все в порядке. Со всеми все в порядке. И тогда, и сейчас, и тогда, и сейчас, люди на ОРТ были убеждены, что Листьева убил государственно мыслящий, государственник, государственник из власти, который противился приватизации Первого канала. И убийство Листьева было способом противиться приватизации Первого канала. Я в этом убежден, ну, по разным, мелким-мелким, разным данным, из которых я делаю выводы. Вот. Именно запретить приватизацию пытался этот человек, убивший Листьева.